Приветствую вас, Ирина. Какую ситуацию вы хотите поменять? Давайте как-то вот с этого начнём, пожалуй. Какую ситуацию вы хотите поменять? Что вы хотите сделать? Не очень непонятно. Исходя из вашего, ну, текста. Вот. Потому что, ну, сами, сами понимаете. Двадцать пять лет с сыном, вы полностью его сына обслуживаете. Вот, все ему покупаете. Как вы, я вообще не привык к самостоятельности. По сути дела. И, не совсем понятно, лично мне, как в этой ситуации вы хотите всё это менять. Сын привык. У сына, у него, ну, сложились, вот, какие-то истории, да, какие-то аспекты, у него сложились какие-то уже привычки. Он, основанный, да, на том, что он привык, на том, как он привык и так далее. И тут вы, значит, приходите, говорите, что всё, больше так не будет, больше так я не хочу. А вот, и с сегодняшнего дня, допустим, там, ну, грубо говоря, мы живём по-другому. Вот. Это сильно будет возникать такой логичный вопрос, на мой взгляд, почему, собственно, ну, почему так. Вот. И, вы знаете, вот мне кажется, мне кажется, что вам самой нужно ответить себе на этот вопрос. Вам самой, ну, себе ответить на вопрос о том, зачем и почему, грубо говоря, сын, да, сыну, 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 что-то менять. Вот. Вот мне кажется, что без этого, без этого, ну, без этих аспектов, да, мне кажется, ничего не будет, ничего не изменится, ничего не поменяется. Вот. Потому что, всё останется, ну, всё останется, в общем, по-преднему. Вот. И это первый момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Вот. Ну, есть всё. Второй момент. Второй момент, это мотивация. 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 То есть, мотивация вашему сыну на мотивацию что-то менять. понимаете? То есть, какой резон вашему сыну отказывается от привычек своих? Сейчас. Ну, сейчас, после стольких лет, я так понимаю, такого взаимодействия, ну, с вами, такого взаимодействия не думаем. И здесь, вот здесь, как мне парадоксально звучит, здесь очень важно именно ваше отношение к себе. Это очень важно, очень важно именно, именно то, как вы сами себя относитесь, то, как вы сами себя видите, как вы сами себя воспринимаете и так далее. Да? То есть, вот вы, грубо говоря, своему, ну, своему сыну, да, пытаетесь услужить. Вот. Я понимаю, что, может быть, вам неприятно это случится, но вы, извините, пытаетесь своему сыну, да, пытаетесь услужить. Вот. И сын это принимает как должно, да. Чтобы, чтобы сын не принимал эту историю как должно, вам желательно, вам желательно более ценностно к себе относиться. Вот. Более ценностно относиться к себе, к тому, что вы делаете и так далее. Вот. То есть, больше любить себя, больше ценить себя и так далее. Вот это важно. Если вы не будете делать так, если вы не будете ценить себя, допустим, то и сын ваш к вам отношение, ну, скорее всего, не изменит. Ну, просто зачем? Для чего? Чтобы что? Что он, что вот он, да, допустим, что он получит? Что он получит от того, что, ну, что старт изменится? Вот. Ну, можно сказать, наверное, что ничего, можно сказать, что он ничего не получит. Ну, об этой ситуации. От этих перемен он не получит ничего. И ему они не таким образом, ему они не нужны, не нужны эти перемены. Вот. Перемены нужны вам и, соответственно, вам же крайне желательно обеспечить их, ну, их выполнение. И вам крайне важно сделать так, чтобы они эти перемены работали. Вот. И потому решать ситуацию как таковую нужно не с сыном, а с собой. обозначить свои границы, чёткие, чёткие личные границы. Это, значит, необходимо. Донести до сына, вот, что вы будете отныне делать, к примеру, а что вы делать, к примеру, не будете. Отменить. И всё. Как бы. И после этого, ага, просто, просто придерживаться этой позиции, придерживаться этой точки зрения. и не отказываться от неё. Вот. Ааа. И всё. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то, весь секрет. Как бы в этом. В общем-то. В общем-то. В общем-то, это всё то, что вам нужно сделать. Это все про то, что вам нужно сделать. Если вы поменяете к себе отношения, если вы готовы менять к себе отношения, если вы готовы работать, условно говоря, со своей самооценкой, если вы готовы менять глобально свой сценарий и свое отношение к себе или к сыну и, возможно, даже к мужу, ну, вашему мужу, то тогда ситуация изменится. Тогда есть реальные шансы ситуацию изменить. Вот. Если же нет, если вы не готовы, то в таком случае можно даже не пытаться и уж точно ссоры, они не дадут ничего хорошего. Вам ссоры не решат никаких проблем и еще больше убедят только вашего сына в том, что он прав, что он движется в верном направлении. Вот. Вот. И... И все. Так что решать вот эту ситуацию, конечно, вам. Вот. Я не говорю, что легко, я не говорю, что легко что-то поменять. может быть, да. Вот. Особенно если, особенно если что-то уже как-то вот поджилось, да, что-то уже сформировалось на уровне привычек определенных. Вот. Вот. Но вас можно понять, что вам неприятно, что вам надоело, что вам тяжело, что вам плохо от того, что происходит. Но. Ситуация, кстати, к сожалению, вот такова, что в некотором смысле вы сами, что сами создали эту историю, в некоторой степени вы сами эту ситуацию сделали, своим действием, своими отношениями, своими действиями. Вот. И... Сын, в общем-то, в общем-то, он не виноват. Он продукт, он проект вашего воспитания. Вот. Вот. Так что, сниму претензии, претензии, поскольку, могут быть, на мой взгляд, опять же. Так что, такой момент. Вот. Я не знаю, сколько вам лет. Конечно. Вот. Но... Я знаю по опыту психотерапии, что... сложного, сложного, сложного бывает, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не получится, вот, это просто значит, что, возможно, потребуется, ну, чуть больше усилий, вот, потребуется, возможно, чуть больше времени для того, чтобы ситуация реально изменилась. Вот, но всё получится, в этом смысле, я совершенно точно уверен, вот, и только как когда вы сами изменитесь, только когда вы сами, вот, поменяете, можно так сказать, свою позицию, своё отношение, только тогда у вашего сына точно произойдут изменения. Вот, только, ну, в таком контексте, вот, только в таком моменте, только в такой парадигме это всё будет. Вот, в противном случае это просто игра в войну, вот, которая убедит вашего сына в том, что он может делать всё, что хочет, то, что его душе угодно. Вот, я не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот, поэтому, если решили что-то менять, если решили что-то корректировать, то вы молодец, молодец, вы большой молодец, вот, но для этого нужно быть уверенный в том, что вы делаете, рад, и быть, скажем так, непоколебимой в своей позиции 2, или на, оставивали свою позицию 3, или не надеяться на другого человека, не надеяться на вашего сына, на перемены вашу, на примере вашу, на примере вашу, вашу пример 4. Вот. Только в таком контексте можно говорить о каком бы то ни было позитивном изменении в дальнейшем. Вот. На этом все, я надеюсь, что мой ответ вам поможет разобраться в себе. Если вам понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.